Первый брат уже напомнил нам некоторые из передаваемых качеств Бога. И в прошлые воскресные дни мы с вами говорили о святости Божьей, и что святость Божья побуждает нас к святой чистой жизни, то есть удаляться от греха. И во-вторых, святость, в корне слова «посвящение» как раз и присутствует это слово «святость». И это призыв к нам с вами посвятить свою жизнь на служение Богу, на то, чтобы ходить по этой жизни, то есть, другими словами, жить, исполняя слово Божье. Мы говорили с вами о праведности и справедливости Бога и давали такое определение этим качествам. То, что Бог праведен, означает, что Бог всегда поступает правильно и сам является совершенным эталоном справедливости. То есть, ошибку делает человек, который меряет Бога своими критериями, и из этого оказывается, что Бог несправедлив к нему. Бог всегда поступает справедливо и правильно, и самым лучшим образом. Но при этом Бог нелицеприятен, и Бог знает каждого человека. Мы с вами читали, что каждый человек согрешил и поэтому должен получить справедливое возмездие за свои грехи. Но и тут Бог по любви посылает Иисуса Христа, который взял возмездие, наказание за наш грех. А нам Бог сегодня предлагает отдать нашу неправедность Богу и получить Божью праведность. То есть, конечно, эта зависимость наша от Бога здесь очень видна. Мы с вами говорили о качестве Божьем долготерпении. В чем проявляется это качество? Мы с вами читаем во 2-м послании Петра, в 3-й главе, 9-м стихе и 15-м, что Бог откладывает справедливый суд, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть, вот Бог долготерпит этот мир, не наказывает, и тут, конечно, люди возмущаются, почему вот Бог допускает зло, почему Бог не накажет этих злодеев, грешников. Ну и мы понимаем, что если Бог должен будет наказать грешников, то в первую очередь того человека, который это говорит, потому что Бог справедлив будет и к нему. Но Бог проявляет долготерпение достаточно долгое время, как мы с вами понимаем, со времени сотворения людей до потопа. Прошло более полторы тысячи лет, когда Бог терпел, долго терпел поведение людей. И после потопа уже очень много Бог терпит, тысячи лет, в том числе терпит и нас с вами. Бог терпел и нас, уже верующих людей, до тех пор, пока мы пришли к Богу с покаянием. И Бог сегодня терпит нас с вами, наши черты характера, до тех пор, пока мы с вами не решимся прийти вот с этими недостатками, как мы их называем к Богу, пока мы не попросим, чтобы Господь помог нам избавиться от них и давал бы помощь в этом нелегком процессе избавления от этих качеств. Пока мы этого не сделаем, пока мы не расстанемся с нашими грехами и тем, что раздражает на самом-то деле Бога, как это описывает Библия, до тех пор Богу приходится терпеть. Ну а нам с вами, мы с вами вынуждаем Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok